20 минут о красивой жизни, модных событиях и приятных людях. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте! Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника Формула. Если рассматривать урбанистику не как науку, а взаимодействие городских систем, а как некий социальный тренд, речь пойдет о том, что каждый из нас в силах сделать для улучшения пространства вокруг. Эту актуальную сложную тему в своем интервью подняла редактор журнала «Собака.ру» Санкт-Петербург Яна Милорадовская. Некоторые фрагменты нашей встречи в продолжении выпуска. Тема окружающей среды, вопросы урбанистики сегодня волнует значительную часть городских жителей. Об этом много дискутируют в сетях. Это обсуждают на телевидении и в глянце. Журнал «Собака.ру» выходит в 21 городе России. О каждом из них представители питерской редакции стремятся составить личное мнение. Я на самом деле не из тех людей, которые заранее формируют в себе что-то, чтобы потом очароваться или разочароваться. Я на самом деле предпочитаю приезжать и быть абсолютно открытой к тому, что я увижу. Мы все с вами здесь агенты перемен. Мы находим людей, которые, собственно, меняют мир вокруг себя к лучшему. Четкое понимание красоты и уникальности того места, в котором ты живешь и его облагораживание, его благоустройство. То есть понятно, что мы можем все переехать и наверняка действительно для каждого есть какие-то лучшие места на земле. Но действительно я замечаю, и об этом говорят и в Красноярске, и в Иркутске, и в Самаре, и в Нижнем Новгороде. Люди начинают видеть красоту тех мест, в котором они живут. Я думаю, что в Челябинске такие люди тоже есть, и чем их больше будет, тем и лучше. Это можно назвать, я не знаю, просвещенной урбанистикой, но по факту для нас это просто, наверное, осознание самих себя и самих себя в контексте города. Есть такое настроение у жителей регионов, что только в столице может быть все самое лучшее, красивое, актуальное передовое, а в отдаленных городах все с точности да наоборот. Что у вас есть действительно очень круто. Во-первых, те деревянные дома с теми уникальными, очень тонкой резьбой наличниками, которые остались в Челябинске, они заслуживают отдельной популяризации. Я проехала на машине по городу и немножко прошлась, все снимала, сохранились даже ворота, это потрясающе, я считаю. Потом, вот здание элеватора Государственного банка. Я понимаю, что оно не является памятником архитектуры, очень жаль, что это так, но по факту это действительно уникальное сооружение. Великолепно, что мы можем посмотреть на него, возможно, его последние годы. Если может собственник вот этого здания сделать что-то, мне кажется, ему будет впоследствии благодарна вся страна, потому что, мне кажется, аналогов этого памятника в принципе нету по всей России. Кроме того, у вас великолепная совершенно акустика в театре Глинки. Я была в полнейшем восторге, потому что, во-первых, оркестр не глушил голоса, во-вторых, каждый голос был прекрасно слышен, голоса были очень чистые. Я получила удовольствие, потому что действительно, когда ты рядом находишься с голосом и с музыкой, она действительно тебя абсолютно по-другому пронизывает. Это великолепно. Сам театр, вот я знаю, что местные его немножечко поругивают, но на самом деле вы абсолютно не правы. Во-первых, великолепные росписи. Плафоны с пейзажами. Я нигде такого не видела. Мне кажется, театр очень красивый. Я бы сходила еще в ЧТЗ, где тоже есть советские росписи, советские фрески. Я еще не успела, видела на картинках. Я считаю, что это тоже уникально. Театр Наума Орлова. Очень красивое здание. Я поснимала там такая прекрасная лестница, которая вот такой изящной линией уходит, видимо, для завоза декораций. На самом деле наша с вами задача понимать, что образовывать себя и понимать, что вот все то, что вокруг нас есть, представляет ценность. Это очень круто. У вас есть и градозащитники, у вас есть и идеологи, у вас есть люди, которые придумывают фестивали документального кино. Мне кажется, вам есть чем гордиться. И на самом деле, мне кажется, наша с вами задача, как журналистов, это напоминать постоянно челябинцам, петербуржцам, людям, которые живут в Саммаре или в Иркутске, о том, что мы живем здесь не просто так. Нас окружают прекрасные люди. И, в общем-то, абсолютно в наших силах что-то исправить или сделать лучше. Для того, чтобы улучшить мир вокруг, совсем не обязательно собирать митинги или организовывать масштабные акции. Начать можно с малого. Например, донести использованную батарейку до пункта приема или же просто улыбнуться соседу в лифте. Я всегда за теорию малых дел. Мотивировать себя довольно просто. Надо все время себя немножечко подпинывать, да, не давать себе завязнуть в позиции жертвы. И на самом деле понимать, что позиция жертвы – это иногда может быть слишком удобной позицией для того, чтобы ничего не делать. Мы все в эту ловушку время от времени попадаемся, но по факту, наверное, всегда хорошо в голове держать, к чему ты хочешь прийти. Вот если помнить о том, что, наверное, предпочтительное веселое расположение духа, то теория малых дел реально поможет. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Этот российский бренд декоративной косметики – результат коллаборации химиков и мастеров макияжа. Премьеры этого сезона презентовала в Челябинске топ-визажист Валерия Филиппова. Я всегда честно говорю о продуктах, и когда я пробую, вижу результат. И насколько, опять-таки, повторюсь, с любовью это сделано от упаковочки, от этикеточки, от всего остального. И настолько подходит не только к визажистам профессионалам, но и обывателям. Этот бренд эксклюзивен. Во-первых, с гордостью то, что он русский. Второе то, что он создается и производится именно в России, в Подмосковье, в своей лаборатории. Создается сумасшедшими, талантливыми людьми, которые именно создают очень правильные ингредиенты. Среди участников мастер-класса только профессионалы. Те, кто тестирует продукты задолго до появления их в магазинах. Сегодня представляются продукты, которые до этого в магазинах нельзя было приобрести, и я их еще не видела в работе. Много нового для себя открыла. Какие-то продукты, с которыми я раньше не пользовалась. И какие-то бренды, которые казались бы такие, скажем так, не слишком престижные, но мы на них посмотрели, может быть, с другой стороны. Продукты, которые сочетают в себе очень хорошие уходовые качества, и в то же время в работе визажиста просто незаменимы. Российский рынок бьюти-индустрии в последнее время представляет нам по-настоящему качественные продукты, которые составляют достойную конкуренцию знаменитым косметическим брендам с мировой историей. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-43-63. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, 2 этаж. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА. ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА Это «Бьюти Тайм». Программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Танцевальные перформансы, интерактивные инсталляции и огненное шоу. За один вечер на площадках Match Weekend представили все известные жанры современного искусства. Гостям предложено не просто смотреть и слушать, но и участвовать. Сегодня очень-очень много мест для фото, видео, селфи. Для вдохновения можно и порисовать, и поучаствовать в других каких-то перформансах. У нас огромная сцена, расписанная Львом Либерманом. Это наш уральский каллиграфист. Есть экспозиции от фотографов, есть экспозиции от художников. Также есть поэтический уголок поэтроника. Мы отталкиваемся всегда от тем высвобождения творчества, без рамок, без ничего. В этот раз мы ее посвящаем скандинавской легенде о похищении солнца волком. Как некий аллегорический образ волка, как препятствий, солнца, как наше творчество. Match Fest является синтезом искусств, моды, музыки, театра, танца. Также и мы собираем на своей площадке творческих людей различного направления. От хендмейда до рекламы, до производства видео, брендинга, дизайна. Мы хотели вообще показать своим танцам то, что у нас очень много уходит времени на гаджеты. И мы не знаем, то ли мы следим за кем-то, то ли за нами следят. И поэтому хотелось вернуться к чему-то такому, я не знаю, к истокам. И в принципе, по рамках фестиваля это может понять любой человек по-своему. Я, в принципе, можно сказать, поклонник коллектива Deep Vision. Я очень желаю их выступления. И они, как всегда, порадовали своим таким, да, перформансом, выступлением. Мне очень понравилось. Под творчеством чаще всего подразумевают различные виды искусства. А вот велоконструктор Данил Климен смотрит на это шире. Я занимаюсь велосипедами где-то 15. И у меня есть, откладываю наработки. К моменту создания у меня уже есть сырье. И я беру сварочный аппарат, трубы и создаю. Вообще коллекция как раз создана именно отталкиваясь от сегодняшних трендов. Зебра, леопард, тематика такая у нас. Мы хотели показать, что душа у человека открыта. Он делает и воспроизводит все то, что хочет, несмотря ни на что. На нашей площадке происходит настоящая химическая лаборатория только с чаем. У нас есть разные виды чая для бодрости и для расслабления. То есть для того, чтобы больше погрузиться в атмосферу или для того, чтобы подриться и выжить до конца вечера или даже до утра. Матч Уикенд расширяет горизонты и поднимает над обыденным. Такие встречи вдохновляют и объединяют людей с общими целями. И, конечно же, делают обычный день незабываемым. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Одна из тенденций последних сезонов – так называемый нормкор. По данным Википедии, это выбор непритязательной одежды, а также стремление выглядеть обычно, как все, и не выделяться. На фоне комплектов от стилистов, которые всегда предлагают сложные сочетания цветов, фактур и аксессуаров, комплекты в стиле нормкор – это, в хорошем смысле слова, ничего лишнего. Чистота линий, которая и является модным трендом. Вот несколько идей в стиле нормкор. Юбка с джемпером только на первый взгляд кажется простым сочетанием. Идея этого комплекта – сложные оттенки, которые еще недавно не рекомендовалось носить вместе, а сегодня это считается ультрамодным. Чтобы простота выглядела эффектно, а не скучно, необходимо обратить внимание на силуэт. В нашем случае широкие брюки сочетаются со свободным джемпером. Сочетание серого и серого, конечно, можно и разбавить каким-нибудь ярким акцентом, но в этом случае мы выйдем за рамки стильного минимализма, сделав шаг в сторону более привычного стиля кэжел. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-43-63. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА. Основа творчества. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово-159. Вы смотрите «Бьюти Тайм. Красивые подробности красивых событий» в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. И вот он, долгожданный, любимый, новый «Ауди Ко-8». Она стильная, надежная, комфортная, спортивная, элегантная, инновационная. Все лучшие черты женщины. Ух, эти глаза, ух, эти фары матрии. И всю ту мощь, спортивность, харизму, характер мужчин и все в этой машине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все сюжеты «Бьюти Тайм» доступны на нашем сайте, ютуб-канале, а также в социальных сетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта. Модный дом «Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой. Субтитры создавал DimaTorzok